— Вас кто благословил идти на благовестие? — Причили шушехидно газетик попрошает. — Проныры режутся к попам, хотят пролезти. — Царицы орды новая, — дарил старик державен оды. — Благословением, маханием пухлых рук гордятся получившим шлепок авансом. На всякий случай, мало ли что вдруг, и давятся по праздникам всей праздной массы. А бог, как возгласил певец и композитор, пастух и царь, беглец и полководец, шестиконечная звезда ему в награду скипетр, сам босседал над трупами в потопе и не злобес. — И этот бог, что имя явно Саваов, пятьсот имен ему из Библии струятся. Он и Егова благословил всех вров. Да разве вернут о таком в обрязке? Пророк Малахия, последний из пророков, в бесхозаветних свитках возгласил сурово, что нет ни грамма в благословениях пророку, когда грешим безумно и хлебаем с кровью. Бог проклинает все благословения, и проклятые толпы сгинут под волнами, не потому ли все прихожане слепнут, и зрячего так редко встретишь между нами. Благословение Господне Бог дает послушным, и он изрек идеи и проще вознести. Но благовестие все тише, все невнятнее и глуше, не к Богу, а к попам прилип нахальный тип. По знакомству пытается страховкой заручиться, ворует, пьют и блудят беспробудно, и на столах в блевоте, на куда ни глянь, нечисто. И не от Бога слава таким, а друг от друга. Благословен Господь, и мы благословляем, а Он лишь тех, кто заповеди Божьи чтит. Где Библию не чтут, там все между поленолями. И в храме пустота давно вживляет чип. 11 октября 2009 года